Парк Победы открыт. 8 мая севастопольцы прогулялись по обновленной центральной аллее и оценили качество благоустройства парка. Ветераны, общественники, активисты студенческих стройотрядов и чиновники городского правительства осмотрели в том числе новые светомузыкальные фонтаны, зоны отдыха и другие объекты, которые относились к первой очереди строительства. Остался сравнительно небольшой объем работ, утверждает исполнительный директор компании подрядчика Александр Бровкин. Он также заверил, что никаких замечаний к уже сделанным работам пока нет. Необходимо доделать здание, внутреннюю отделку зданий, санузлы, небольшое количество мощения осталось, ну и пусконаладочные работы окончательные для полноценного всего ввода в эксплуатацию. А полностью закончить объекты первой очереди подрядчик должен к сентябрю текущего года. Затем начнутся работы второй и третьей очередей. Огромный объем работы еще предстоит сделать и в рамках на самом деле первой очереди реконструкции. Это более 39 гектар на самом деле. Это самое крупное общественное пространство. Но впереди у нас еще предстоит работа по второй очереди. Это те практически 20 гектар, которые нам удалось отстоять и вернуть в городскую собственность. Это тоже будет парковое пространство. Напомним, реконструкция самого крупного в Севастополе парка началась в 2017 году. На работу было потрачено более 1 миллиарда рублей. Компания «Ривьера» уже третий подрядчик, который занимается реконструкцией парка Победы. С первыми двумя правительства города расторгла контракты. Кроме того, к работам привлекли общественников и студентов, чтобы успеть закончить хотя бы первую очередь работ в срок. Вице-губернатор города Илья Пономарев поблагодарил студенческие стройотряды за помощь в благоустройстве парка и намекнул, что для них найдется работа и в дальнейшем. На самом деле еще очень много работы по озеленению благоустройства подлежит сделать. Поэтому я надеюсь, мы вправе рассчитывать на помощь нашей молодежи студенческих отрядов.